Витьку дали ранний доступ Витьку дали ранний доступ К Витьку дали ранний доступ К Рог Легаси 2 Так, подожди Чат, Витька ранний доступ К Рог Легаси есть? Официальный выйдет завтра Ладно, сейчас решим А чё это Витьку дали, а мне не дали Я тоже лысый Алло Алло, Вить Да, здорово Влад, да Вить, слушай, тебе ранний доступ Дали на Рог Легаси Да Слушай, скинь мне ключик Тоже, пожалуйста Ага Да, да, ну прям сейчас Я как раз стримлю и этот Я вообще-то, ну я не знал, что играть Ну раз тебе этот Раз тебе дают ранний доступ Эмм Да, скинь мне тоже ключик Будь добр Хорошо 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 Да, да Лысая братва Да, да, да Давай Давай Всё, отличного тебе дня Ты сегодня стримишь? Ага Понял Ну давай, давай Хорошего тебе дня Всё, я победу Я сейчас в эфире Ладно, всё, давай Всё, пока Всё Сегодня будем в Рог Легаси играть Зачем я буду разработчикам звонить? Витёк мне скинет ключ Всё, третьей игрой будет Рог Легаси Ну и он ключ пришлёт Попозже Как раз пока мы с Лейспар Монстр Трэн поиграем Он ключик пришлёт Чего смеетесь-то? Вопросы решать надо сразу по мере поступления Табель обновить? Ты думаешь я Ты думаешь я прикалываюсь? Ты думаешь, что я не серьёзно Ты меня обвиняешь в том, что я Троллингом здесь занимаюсь? Подожди, я сейчас обновлю табель Смотри Готово Пишите, пишите табель Я обновил табель, пожалуйста Рог Легаси 2 Я знаю, что Витёк мне пришлёт ключ Чего вы? Я не понимаю, почему чат думает, что я прикалываюсь Всё абсолютно серьёзно Здесь шуток нет Поехали Слай Заспайр хардкор Хорошо посидели Но надо выигрывать 16-е возвышение 100% нужно выигрывать сегодня Я готов на победу Давайте сделаем так Быстрая катка латником Если латник проходит отлично Если нет, тогда созерцающее Вперёд латник Дефекта давно не было Но по-моему он трэш По-моему я был неправ насчёт дефекта Дефект на самом деле слабее, чем безмолвная даже Из-за того, что, да, у него есть одна карта на отхил Но это одна карта Из-за того, что ему намного сложнее собрать Сильное Сильное Сильный билд Так, я могу взять проклятие за максимальное здоровье 14 Максимального здоровья это много на хардкоре Это На 90 нас почти доводит У нас лёгкий босс Потому что случайная, редкая карта Случайная, редкая карта Нам нужно, блин Ладно, случайная, редкая Презайти себя Билд на силу Знаменитый Известный во всём мире Билд на силу без силы Тот самый Все его знают Все его любят Все его уважают Превзойдём себя Станем неуловимыми Из плюсов Если мы находим любую силу То нам больше не нужны будут карты на силу Нам достаточно будет одной Любая Любой один плюс к силе Плюс апгрейджная Превзойти себя И у нас бесплатная Ну не бесплатная Бесконечная Бесконечная Производство силы Я это сказал И тут же пожалел Вот знаешь Молчи И всё у тебя будет хорошо Игромышцами Потому что это не та сила Которую я хочу Но её придётся брать Придётся брать всё равно Вот язык мой Враг мой Всё Больше мы силу не увидим Брат Репарадокс Вот ты не говори Ты понимаешь Вот стоило бы Стоило бы Блин ляпнуть Да нет Придётся брать игру мышцами Чего Потому что 100% Просто больше не будет силы И всё Вот прямо К гадалке не ходи Нас здесь кидают Игра берёт меня за язык И Типа ага Отвечаешь за базар лысый Да Ну вот и всё Может лучше окопаться Честно Любая из тебя карта была лучше Но Надо брать Потому что я уверен Что там просто Не дадут силы вообще Я беру урон Я не беру максимальное здоровье здесь Да Минус 26 здесь было лучше Потому что так рано Мы попали на этот ивент И Сюда больше вопросов Пошли сюда Барлок Я проработал месяц в продажах Не понимаю Как ты так долго этим занимаешься Хм Кодзар Нужна более подробная информация Каких продукт Ну если Если ты не против То уточни пожалуйста Что ты имеешь ввиду Под как ты этим так долго занимаешься Тебе не нравится Тебе не нравится Работать в продажах Или что Почему ты удивлён Что я так долго этим занимаюсь Это было очень тяжело Тяжело А никто не говорил Что будет легко Работа в продажах Это очень тяжёлая работа Потому что ты постоянно с людьми Разговариваешь 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 Тебя это выматывает Но Мне нравится Разговаривать с людьми Мне Сам процесс продажи Сама продажа Самого продукта Она для меня всегда На втором месте Что мне нравится Это вести словесный диалог С человеком От этого устаёшь Но Когда ты с человеком Разговариваешь Пытаешься ему И что-нибудь ему продаёшь Это Это как Дуэль что ли Словесная дуэль Получается Ты пытаешься убедить человека Что ты прав Он пытается убедить тебя Что ты не прав Грубо говоря Потому что Он 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 изначально не хочет Деньги тебе отдавать Правильно Интересно как игра Продажи Это буквально игра Эта игра Я даже не преувеличиваю И не И не Этот Не утрирую Продажи Это реально Это просто игра Как настолка Какая-то Клиент всегда прав же? Нет С чего бы это Он был всегда прав Если к тебе клиент Зайдёт и Начнёт в твоём магазине Разбивать витрины Он будет прав Клиент прав В том смысле Что он тебе Деньги приносит Как клиент И Клиента надо Уважать Любить И ценить Но клиент Всегда прав Это неправильный подход Дипломатия В Грифленсе Точно Вот Дипломатия В Грифленсе Очень хорошо Напоминает Продажи Клиент должен думать Что он прав О Мне тоже нравится Очень Если вы любите игры И Ну Вы здесь находитесь Я думаю Что вы любите игры Куда вы Из-за чего Вы тут делаете Если вы игры не любите Вам нравятся игры Работа Которую рекомендую 100% Работа в продажах Потому что По большому счёту Работа Продавцом Вот где ты Напрямую с клиентом Общаешься Это как у нас Игра Как настольная игра Наподобие Я не знаю Как не смешно Наподобие Гитлера Наверное Секретного Гитлера Вот Будет ли Грифлендс Да Когда на него Будет нормальный Русский перевод Будет Потому что Очень сюжетная игра Грифлендс Грифлендс Супер сюжетная Поэтому я не Не хочу играть Без полноценного Русского перевода Если о продажах Можешь посоветовать Книги Какие-либо Про общение Бери Батарева Начни с Батарева Самая простая И самая эффективная Самый простой И самый эффективный Автор Просто прочитай его Всё что у него есть Дальше потом уже Разберешься По ходу дела Он там по моему Кстати в своей книге Ещё и рекомендует Пару других книг Если я правильно помню Как я буду здесь выигрывать Во-первых Очень мало хп 34 хп Во-вторых Я взял огненное дыхание Которое Не совсем подходит Под Не совсем подходит Под наш билд Конкретный Вот Который сейчас Повезло Костолом пришёл Даже к слову Челу Которого 11к подписчиков На ютубе Дали ранний доступ А тебе нет Ты меня пытаешься Тролить Ты меня пытаешься Тролить Типа Типа Ты лошара И тебя никто не уважает В Игровой индустрии Ты это пытаешься делать Я просто Не совсем понимаю Какой Смысл твоего Комментария Мне Витёк Пришлёт ключ Мы будем играть Сегодня В Rogue Legacy Просто я Витька Лично знаю А ты нет Поэтому Я не понимаю О чём ты говоришь Вообще Злоба Костолом И стальная волна Мне пришлёт ключ Просто Странные Какие-то вещи Говорить Стальная волна Слишком медленная Она ничего для нас Не делает сейчас Вообще Против Вот этого Товарища Лучше всего Костолом Взять Потому что Злоба Против него Очень плохо Заходит Продавцы Разные Бывают Кому-то Тяжелее Например В Эльдорадах Всяких Кто-то В профессиональных Магазинах Да Абсолютно Верно Здесь Конечно Сравнивать Даже Нечего В Действительно Работа В каком-нибудь Эльдорадо Это Это Тяжело Это Очень Тяжело И Что Тут Сделаешь Есть Разница Если Ты работаешь В небольшом Магазине Который Специализировано Что-нибудь Хорошее Продает И тебе Приходят Клиенты Которые Что-то Конкретно Хотят Купить Это Большая Разница Между Чем Ты стоишь На проходной Эльдорадо Через Тя тысячи Человек Проходят Которым 99% Из которых Нафиг Ничего Не нужно Их Просто Привлекли Рекламой И все А если Тебя еще И не Если Тебя еще Не обучают То Это Вопрос Кого из них Шотнуть Логично Было бы Того У кого Больше всего ХП Гремлина Да Либо Который Дебафы Накладывает Дебафы Страшнее Дебафы Здесь Намного Страшнее Потому что Мы Если Дебафов Не будет Сможем Двумя ударами Убить Коварного Гремлина На следующий Ход И поднять Блок Привет Бэр Леха Добро Пожаловать На стрим Это Гай Фобс Гай Фолс Гай Фолс Да Просто Измен Новая Графика Окопаться Кровопускание Ерунда Ну Здесь Только Ерунда Нормальная Карта Кунаи Ох Кунаи Омега Хорош К сожалению Все что я Здесь взял В этой колоде Для Кунаи Никак Не сочетается Но Кунаи Очень Хорош Давай Давай Шесть часов Рог Легаси Смотрим Во-первых Ключ еще не пришел Во-вторых Нужно Во-вторых Куда Спешить Куда Спешить Нам Абсолютно Некуда Торопиться Никакого Смысла Спешить Нет С Рог Легаси Мы Успеем Мы успеем У нас Впереди Вся Жизнь Не Торопитесь Не Торопитесь Чат Не Спешите Все Будет Хорошо Если Мы Найдем Стражи Мы Убиваем Огненным Дыханием В ноль И Костоломом Костолом Огненное Дыхание Стражи Контрит На самом Деле По-моему Мы с Элитками Неплохо Стоим Любым Из С Любой Элиткой Гремлина Мы неплохо Бьем Костоломом Если Проломить Сначала Вытащим То мы Его Почти Шотаем Если Стражи Мы их Контрим Опять же Костолом И Огненное Дыхание Хорошо Стражи Контрят Огненную Через Костер В принципе Не такая Плохая Идея В костре Я бы Игру Мышцами Проапгрейдил Мы теряем Вопрос В котором Можно быть Хилка Давай посмотрим Какой Здесь Бой Будет Может Мы Из Него Очень Плохо Выберемся Огненную Ужасно Выберемся Если Бо Этот Бой Пришел Чуть Позже Была Бо Вообще Катастрофа На Элитку Мы Короче Не Пойдем Вот Это Я могу Гарантировать Так Я Не Хочу Здесь Костолом Вытащить Поэтому Так Так Эф Элитка Да Ну Если бы Этот Бой Попался После Элитки Мы бы Умерли Скорее Всего Поэтому Меч Бумеранг Отлично Так Есть Меч Бумеранг Есть Игра Мышцами Что Нам Нужно Против Босса Чтобы Повезло С Игрой Мышцами Мечом Бумеранг Я Не Могу Недавно Это Меня Убило Я Не Не Могу Я Недавно Убил Нам Забег Как Раз Этой Фишкой И Меч Бумеранг Амгрейдж Костолом 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 По Уязвимости Дадим Не Стоит Этого Делать На Следующий Ход Мы Хотим Игру Мышцами Превзойти Себя Попытаться Вытащить На Следующий Ход Ерунду Скинуть А Костолом Сыграть Сейчас Не Стоит Жадничать И Там Какие-то Несчастные Плюс 10 К урон Убрать Пожалуйста Игра Ладно Ждем Дальше Это ужасная Комбо Вот это Этого Наверное Просто Никогда Не Случится Мы Не Можем Его Сбить Я Посмотрел Пару Стримов Теперь Я Мастер Рог Легаси Знаю Все Секретки Вау Тебе Стоит Открыть Тебе Стоит Открыть Ютуб Канал На котором Будет Больше Чем 11 К Подписчиков И тебе Чтобы Все Ключи Присылали Чтобы Я Будет Получше Чем У Меня Канал Которому Ключи Не Присылают Тебе Будут Присылать Я Уверен В Это Я Все Еще Злой На тебя За эти Комментарии Четы А что Ты думал Все Он Первый Начал Он Первый Начал Чат По Моему У нас Нам Капец По Моему Мы Соль Мо Забег Привезти Себя Пришел Одна Штука Но 5 ХП Как 5 ХП Как Затащить 5 ХП На Страш Мне Нужна Вся Защита На Следующий Ход Да Нужно Сделать Так Так Ну Это Фул Дамаг Который Я могу Здесь Выдать Я Не могу Сейчас Выжить Кстати Единственный Шанс Убить Его Быстрее Чем Он Меня Но Вот Мы Блочим О Господи Заплатите Чеканной Монетой Чеканной Монетой Барлаку Заплатите Чеканной Монетой Чеканной Монетой Привет Влад Привет Чад Я Наконец Вернулась Из затяжной Поездки И могу Попасть На Стрим Влад Спасибо Что Выкладываешь Видео На Ютубе С Прошедшим Днем Рождения Тебя Я Алена Алена Спасибо Тебе Огромное За Донат В тысячу Спасибо Тебе Огромное За Донат В тысячу Целую Тысячу Господи Это Огромная Помощь С Возвращением Алена С Я Подумал Что Ты Задерживаешься В поездке Или Где-то Очень Очень Приятно Что Ты Смотришь Видео На Ютубе И Это Огромная Кстати Поддержка Я не буду Говорить Это Победа Для Тебя Потому Что Здесь Победы Нет Как Виде Следующая Победа Следующая Победа Для Тебя Точно Спасибо Тебе Огромное Что Смотришь На Ютубе Как Раз Для Этого Выкладываем Видосы Чтобы Можно было Смотреть В любое Время Когда Удобно И Да Благодарю Тебя За поздравления Еще раз Приятного Тебя Просмотра И Мы Сейчас Будем Выигрывать Вот Теперь Я Выигрываю 100% Победа Поехали Погнали Созерцающее Можно Релик Босса Можно Элитку На Шару Литка Теоретическая Элитка Есть По этому Пути И Здесь Хороший Путь Релик Босса Очень Хорош Рунический Купол Это Будет Хотя Не Скучно Как Минимум Это Будет Не Скучно Будет Не Скучный Забег Спасибо За пожелание Удачи Еще Раз Надеюсь Тебе Стрим Понравится Прошлый раз Был Акобека В смысле Здесь Акобека Не может Быть Релик Босса Там Это Были Редкие Релик Акобека Это Не Релик Босса Слушай Купол Поначалу Не так Уж Плохо Честно Честно Говоря Вполне Вполне Адекватно Поначалу Как минимум Купол Дает тебе Энергию Ты можешь Разыгрывать Почти Все Карты Которые Хочешь Правда Не видно Что враги Делают Особенно На таких Врагах Как Червь Это Несколько Проблематично С другой Стороны Нужно Подумать Какой Есть Билд У Созерцающий Который Не требует Смотреть На Не требует Смотреть На действия Противников Я точно Знаю Один Билд Точки Тот самый Билд Который Никогда Не работает А мы Можем Попробовать Его собрать Если Точки Придут Если Не Придут Мы Будем Играть Я Б Предпочел Божественность В этом Случае 8 Плюс 9 17 Можем Убить Одного Можно Попробовать Играть Через Божественность Потому что Божественность Тоже По идее Ну Скажем Так Она Не так Сильно Зависит От Купола Как Все Остальное А можно Все Три А можно Вас Попросить Все Три Карты Посмотрите На Это У нас Есть Полный Комплект Это Три Идеальные Карты Мы Можем Играть Любую Из них Лучше Нельзя Было Ничего Просить Дева Универсальный Хороший Хороший Пик Здесь Дева Супер Хороша Но Мы Не будем Играть Долго Очень Чтобы Играть Деву Мне Нужно Мне Нужно Сделать Так Чтобы Эти Три Энергии Были Лишние С Одной С Куполом Дева Легче Играется С Другой С Другой Другой Нет Сегодня Не Среда Таркова По Кому Сегодня Вторник Во-первых Во-вторых Таркова Наверное Больше Не будет Фулл Стримов По Таркову Скорее Всего Дева В смысле Вторник Дюрлайт Сегодня Вторник Не хочу Тя Расстраивать Брат Сегодня Вторник Чат Сегодня Вторник Таркова Не будет В том Виде В котором Он В котором Он Есть Сейчас Фулл Стримы Посмотрим Как он Будет Сегодня Среда Чат 18 Августа Вторник Чего Вы мне Рассказываете Да ну Вас Всех Баню Этот На самом Деле Точки Могут Быть Лучше Чем Дева Для Нас Сейчас Потому Что Дева Не Так Критично Да Дева Это Бесконечная Энергия Но Каким К черту Но Дева Редкая Карта Точки Нередкая Карта Но Точки Это Один Из Билдов Которые С Куполом Играют Которые Можно Играть Через Купол Потому Что Мы Не Можем Играть Вспышку Через Точки Это Невозможно Физически Невозможно Мы Должны Играть От Защиты Я Думаю Это Точки Я Думаю Точки Чат Но Дева Не Нужна Сейчас У Нас Четыре Энергии Точки Не Нужны Как Мы Выигрывать Будем Я Беру Точки Ругайте Меня Закидайте Кидайте Помидоры Я Беру Точки Я Уверен Что Это Более Менее Нормальный Ход Так Я Попробую Один Раз Все Потому Что Нам Сейчас Элитку Убивать Попробую Два Раза Ботинок Какой Трэш В смысле Какой Хороший Релик Надо Его Фиксить Слишком Слишком Сильная Реликвия Срочно Срочно Поменяйте И Нужна Элитка По Большому Счету Так Надо Вот Здесь Элитку Потом Сюда Сюда Нам Нужен Не Гремлин И Не Стражи Хотел Я Сказать Хотя На Стражах Я Точно Знаю Как В Каком Порядке Они Атакуют Хотя Бо Это Из Плюсов Как Мне Надо Делать Мне Нужно Снимать С Нев Устойчивость К Два Фом Или Убивать По Одному Убивать По Одному Правильный Ответ Как Минимум Купол Неплох На Часовых Я Точно Знаю В Каком Порядке Они Ходят Но Я Не Знаю Убьем Лим И В В Возможно Что Не Убьем К Сожалению Минус Один Жесть И Гнев Здесь Не Помог Точки Хорошая Карта Да Я Считаю Что Точки Хорошая Карта Для Хардкора И Конкретно Для Ситуации С Куполом Но Дэва Здесь Ничего Не Сделала Точно Так Дэва Была Бы Точно Так Ж Бесполезна Как Точки Она Она Бы Ничего Не Дала Чат Минус Все ХП Ну С Дэвой То же Самое Было Как Бы Здесь Дэва Улучшилась Ситуацию Никак Она Ничего Не Дает Вообще Ничего Ты Дэву Играешь Да У тебя У нас Было Сейчас 20 Энергии И Что Проблема Проблема Не в том Что У нас Энергии Не хватает Проблема В том Что Мы Не Можем Играть Карты Потому Что У нас Вся Колода В головокружении Вот В чем Проблема Он Атакует По-моему Да Да Мы Живы Живы Об 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 Б Б Б Б Суставы Крещендо Нирвана Ничего Из этого Неудачный магазин Кнехт Кнехт очень хорошая штука Осталось дожить до босса Нужно здесь хилку Ну что ты будешь делать? Что будешь делать? Иногда так бывает Здесь, чтобы мы не взяли Результат был одинаковый каждый раз Так Здесь что-то не то Что-то не то происходит Где? Где победы? Где хорошие реликвии? Я не понимаю Чат У нас где-то Где-то с Где-то с бой Где-то сбой идет в энергетике У нас недостаточно У нас недостаточно Кастов Недостаточно благословлений Положительных бафов Как мы без бафов затащим? А ну-ка Поднажать Поднажать Когда мы садимся за этот карточный стол Мы должны быть заряжены Мы должны быть заряжены Энергией У нас должен мозг работать на 200% Когда мы делаем ставку Когда мы берем в руки карты Все противники За покерным столом Они должны быть в ужасе Из-за того, что Мы Они видят Видят нашу уверенность в себе Они видят, насколько мы Сильны в этой игре Что мы ничего не боимся Поэтому Знаете что? Следующий забег Нам не просто Нам не нужна удача Потому что карты Это математическая игра Поэтому в следующем забеге Сейчас фулл билд на касты И мы Заходим Нам выпадают лучшие релики Лучшие карты И мы принимаем верные решения И мы выигрываем И знаете кто? Знаете кто лучше всего Сможет Это сделать Кто У кого самый холодный Расчетливый ум в этой игре У него Потому что То, чего не сможет сделать человек Это сможет сделать машина Настоящая машина Машина Для побед Вот он Вот он дефект О Пошла жара Пошла жара Дефект Шестнадцатое возвышение Поехали Фух И у нас сразу есть редкая реликвия За все золото Даже не задумываясь Курительница Это идеально Это идеальный защитный реликвия Для дефекта То, что нужно Теперь Заходим Находим За дефекта Фокус Сферы молний И побеждаем Все Начать подпись Дефект супер хорош Когда может собрать свой билд По моему нас байтят По моему нас байтят на билд на царапки Сполосовать в первой комнате Но она же не работает Ну сколько раз мы пытались сделать И сполосовать рабочий Она же ни разу не сработала Чат Столько раз Еще и худший босс для этого Абсолютно худший босс для исполосовать Хотя наверное нет Наверное не худший Сегодня особенный день Цикл лучше чем исполосовать Цикл сам по себе Работает Ты просто включаешь цикл И все И он начинает работать Сразу В первый ход После того как ты его включил Ну ладно В следующий ход Нужен цикл Нам нужна победа Нам нужен цикл и победа Царапки очень медленные По моему царапки Чат Надо собирать Когда Когда у тебя Я не знаю С первого хода Еще ледник Например Есть Оп Стужа Стужа Предсказываю Ф Нет Мы побеждаем У нас уже есть Две отличные карты Цикл Цикл Так И так Минус один Что нужно найти Это действительно Это хилку Здесь ничего не могу сказать Если мы хилку С дефекта не найдем Будет очень тяжело Цикл хорош Но царапки Я соглашусь С тем Что Царапки Тоже прикольно Надо идти в обход Магазин Не нужен Золото За Проклятие Не нужно Апгрейд Сразу на цикл Если мы сейчас Найдем их То может быть Проклятие Нет Я не беру Проклятие Я буду Сражаться С грибами Варлок берет Карту С медленным разгоном На созерцающий У которой нет Синергии Тот же Варлок Исполосовать Не работает Карту На На созерцающий Я взял От безысходности Понимаешь Чем я говорю О мой бог Я не Я не верил Что мы С куполом Сможем что-то Другое Собрать Что нам Первый босс Хотя бы пройдет У меня были Большие сомнения По этому поводу А не из-за того Что Там была Дева Но Дева Ничего не делала На элитке Дева делала бы Еще меньше Чем Дева просто Была бы бесполезна На элитке Понимаете О чем я говорю Ты играешь в Деву У тебя 50 энергии Но от этого Толку нет Дева На стражах Не делает ничего На лаговулине Не делает ничего На Этом На гремлине Не делает ничего Ни на одном Ни на одной Из элиток Дева На первом этаже Не делает ничего Вообще Ничего Так Оптимизация Целься в глаза И обстрел Второй обстрел Я думаю Не нужен Да Насчет Вот Комментарий Насчет того Что надо Больше боев Проводить Это правильно Это абсолютно правильно Потому что Вопросы На хардкоре Может быть На первом этаже Имеют меньше Чем смысла Чем в обычном Забеге Это я Это я Здесь Сто процентов Приму Как критику То что Вопросы Себя не так Хорошо показывают Ну в том плане Что там Например Хилки в них Сложно найти Мало хилок Попадается Поэтому пойдем Вот так Максимально Боев Хороший релик Спасибо игра 24 хп И вроде бы Все неплохо За дефекта И вроде бы Цикл есть Даже сфера льда Какая то есть Тем не менее Ничего не Ничего не получается Мы сливаем Буквально В каждом бою По В каждом бою Сливаем По 10 хп Приходят Приходят руки Фул руки ударов Еще одни царапки Пришли Чату лишь бы Поерничать Согласен Сегодня чат у нас Очень такой Видишь какие они Что-то они прям Наполнены энергией Я их раздраконил С начала стрима Расшевелил Чат Любите шевелиться Автощиты 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 Не будут работать С циклом И стужей Поздравьте меня Я беру котенка Йоу Ален Ты берешь котенка? Круто Котенок Это классно Котенок Это супер Автощиты Реально Не будут работать Сполосовать Мне кажется Лучше заходят Я взял Царапки Чат Радуйтесь По-моему Все равно Все равно По-моему Сливной забег Поэтому Не то что Я особо теряю Зато Если мы сейчас Проиграем с ними Я потом смогу Говорить Вот Проиграли Из-за Них А? Как я придумал Да? План Идеальный Я не понимаю Что происходит Что творится Сегодня Как мы опять Были убиты Мы даже Не успели Начать играть Еще раз Что происходит Мы даже Не можем До босса Дойти Нет 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 Здесь у нас Так не Не делается Это не Не то место Где так Делается Здесь Мы выигрываем Мы берем Мрак и погибель И делаем Билд на сферы тьмы И побеждаем Здесь и сейчас Вперед Сейчас будут Две элитки На шару Раз Два Две элитки Убиты Просто так Были только что Смотри Я говорил Удаление удара Раз Магазин Удаление удара Два В колоде осталось Два удара За дефект Мы даже не успели До боев Добраться Месть Месть За все Месть За все Предыдущие забеги А кобека Есть Расплавить Невозмутимость Кто босс? Так Гексодух Расплавить Очень хорошая Штука Ковать Мрак и погибель Бум Заходим Ооо Лаговулин Хотел нам Отомстить И победить Ой Извини Лаговулин Груша Десять Максимального ХП Рекурсия Сферы Тьмы Разряжать Амулет Из темного Камня Шесть Максимального Здоровья За каждое Проклятие Удаление Еще одного Удара В колоде Не осталось Ударов Здесь Должны быть Стражи Если здесь Стражи Мы их Рвем В клочья Полное ХП Я должен Это сделать Гремлин Ну ладно Ничего Страшного Все равно Моего Все равно Моего Рвем Типа Типа Рвем Мы его Точно Убиваем Нормально 43 здоровья Зато Цветок И Дефрагментация Прекрасно Это того Стоило Это был Хороший Качественный Бой Фулл ХП Как и не было Ну и что Еще одна Сфера Тьмы Вот он Билд Вот он Билд Он готов Две Сферы Тьмы Есть Одна Сфера Тьмы Хорошая Большая Мрака Погибель Вторая Поменьше Они кстати Отлично Работают Друг С другом Мрака Погибель И Тьма Просто Отлично Работают Еще один Еще цикл Есть Все Мы собрали Все нужные Карты И в колоде К концу Этажа Уже Ни одного Удара Не осталось Все Ни одного Удара Вот так Это делается Так Цикл Или Тьма Наверное Цикл важнее Прамгрейдить Первым На сферу Тьмы Йес Хорошее Начало Все Мы прошли Первый этаж Пролетели Скоростью Со зверо Звуковой Что Что Варлок Не слушает Чат Что Чат Сам Себя Не слышит Смысл Играть Спайр Если Его Прошли 5000 Раз Даже Варлок На всех Герах Все Возвышения В смысле В смысле Смысл Играть В паэр В смысле В смысле Какой Смысл В смысле Нужно Остановиться И ждать В другие Играть В другие Игры Ооо Знаешь ли ты еще Игру В которую Можно играть Бесконечно Знаешь ли ты еще Игру С таким Балансом Как в Slay the Spire Знаешь ли ты еще Хотя бы одну игру В которой У каждой Карты Есть Четкое Назначение Где Каждая Карта Имеет смысл Где нет Бесполезных Карт Знаешь ли ты Ты еще Игру Которую Которая Играет Так Без модов В оригинальном Варианте Без каких Либо Добавлений Знаешь ли ты Еще Игру В которую Можно играть Снова И снова На компьютере Хардстоун Не смешите Меня Хардстоун 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 Чат Вы даже Не прикалываетесь Вы Это даже Даже не троллинг Хардстоун Даже Рядом Не валялся Вы Вы играли В него В этот Хардстоун Там Это Мультиплеер Она Сбалансирована Специально Чтоб Каждый Новый Апдейт Был Сильнее Прошлого Апдейта Они Выпускают Карты Которые Сильнее Предыдущих Карт Просто На бумаге Там Была Карта 1.5 А стала Карта 1.6 И Новая Карта Лучше Старой Карты Они Специально Нерфят Определенных Чемпионов Чтобы Их Не Покупали Чтобы Все Покупали Новые Бустер Паки Они Даже Рядом Не Валялись Со Спайером Не Надо Мне Рассказывать То Что Спайер Игра Которая Уже Устала И требует Отдыха Спайер Не Устал Потому Что Спайер Шикарно Сбалансированная И Отличная Игра Я хочу Фул Сфер Эть Мы Мы Будем Убивать Смотрите Я Получу Здесь 12 Урона Но Мы Убьем В течение Следующих Трех Ходов Может Быстрее На следующий Ход Мы Убьем Смотрите Вот так Можно сделать В Хардстоуне Я уверен Что в Хардстоуне Ты так Не сделаешь Еще Айзек Ну Айзек Хорош Айзек Очень Хорош Против Айзек Я У меня У самого В Айзеке Я не знаю Сколько Часов У меня Намного Больше Часов Чем Показывает Стим Потому Что Я Играл Еще Флэш Айзек Потом Я играл По-моему Рыберз Когда вышел Я не помню В стиме Я играл Или нет Короче Дофига У меня В Айзеке Часов Айзек Шикарен То есть Айзек Ноль претензий Куда Без Айзека ЛДС Спасибо тебе Огромное Сданат 20 сердечком Спасибо тебе большое За поддержку Громадное Те спасибо Я беру Электродинамику Чисто Для выноса Мелочи Она Не очень Большой Смысл В этой колоде Имеет Но это Массовый Урон Перезагрузка Электродинамика Очень Хорошо Дота 2 Лега легенд Dark Souls Эти игры Какое отношение Дота 2 Лега легенд Dark Souls Во-первых Дота 2 Лега легенд Это Дота Это Другое Это Дота Это Два В Одном Точнее Две Да Это Одна игра Разделенная На две Игры И это Мультиплеер Конечно Можно Мультиплеер Играть Бесконечно Если Ты готов Бесконечно Пытаться Какие-то Там Ранги Повышать Свои ранги ММР Понабивать Или что-то Другое Но это 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 не значит Что игра Хорошо сделана Дота Хорошая игра Наверное Я в нее Сто раз Сто лет Не заходил Но Но Доту В синглплеере Против Ботов Ты не сможешь Играть Столько Сколько Спайр Или Айзека Потому что С ботами Тебе Надоест Сразу Играть Весь Смысл Доты В том Что Ты Без Становки Понимаешь По Рангам Ты получаешь Удовольствие Не От Процесса Игры А от Повышения Своего Ранга В Игре Там Продвижению В Киберспортивной Арене Здесь Здесь И Сейчас Поэтому Мне Рогалики Нравятся Больше Чем Дота Де Спасибо Тебе Еще За Один Донат 20 Сердечком Забыл Написать Сообщение Но Неважно Спасибо Теб Большое Глаз Что Делает Глаз В нашей Колобе Глаз Идеально Подходит У нас Две Дорогие Карты Мрак Погибели Электродинамика Молот Мешает Сильно Во-первых Надо будет Мод Включать Во-вторых Мы теряем Все апгрейды Но Если Мы Не Берем Молот То Нам Выгодно Взять Глаз Было Бы Желательно Взять Глаз Из-за Того Что Реально Здесь Глаз Смотрится Проблема Проблема В том Что У меня Нет Добора Первое Глаз Дает Добор Второе Глаз Не Ломает Глаз Не Ломает Колоду У нас Ни одной Карты За 0 Нет Глаз Смотрится Лучше Глаз Прямо Идеально Подходит Вот Здесь И Сейчас Колокол Проклятия Проклятия Бафает ХП Кстати Правда Колокол То Плюс 6 Максимального ХП Глаз Нейтрален С картами За 1 Но Не Не Идеально Знаешь Что Погнали Колокол Повеселимся Д Спасибо Спасибо Тебе Большое Поезд Неплохо Подходит Под Твоё Описание Спайра Учитывая Что Он Всё Ещё Апдейтится Да Поезда На Удивление Оказался Очень Сильной Самостоятельной Игрой В Которой Которой У меня Вот Не то Что Нет Претензий По моему Ну До того Как я понял Что это на самом деле Не клон Спайра И у меня ещё Были какие-то Сомнения После того Как я В Монстр Трейн Поиграл Я понял Что Это Игрушка Шикарна Просто Божественно Поэтому Монстр Трейн Да Он Действительно Подходит Под описание Которая Вот Ну С бесконечной Игры Монстр Трейн Прямо Да Я Я соглашусь Он Сложно Ещё Сказать На уровне Или не на уровне Спайра Потому что Ты правильно Говоришь Он всё ещё Апдейтится Он всё ещё Меняется Постоянно Поэтому Он может Стать Вообще Чем-то Абсолютно Другим Через год Так же Как Спайр Возьми Спайр В начале Существования В раннем доступе И возьми Спайр Сейчас Это Две Разные Игры Поэтому Да Ледник Улучшенный Ледник Супер Хорош Ну Со сверми Вроде как Ледник Не нужен Но сам по себе Слишком крутая Карта Чтобы Выгнорить Мы начнём Удалять Наверное Обороны Не-не-не Шок удалить Да Удалить Шок Обороны Пускай Остаются Улучшить Все удары Обороны Хорошо Что Оставил Обороны Подожди Одну секунду Имеет ли Это смысл Улучшать Четыре Обороны Или Лучше Просто Удалить Одну Оборону И Успокоиться Dark Souls Skyrim Пройти На стриме Я Dark Souls Я Dark Souls Начинал На стриме Играть Три Раза Я Начинал Играть Первый Dark Souls Третий Dark Souls И первый Dark Souls С рандомизатором Dark Souls Одна из моих Любимых Игр за все время Я первую Dark Souls Прошел Не на стриме Не на камеру Она божественна Игрушка Просто Красота Каждый раз Когда я играю Dark Souls На стриме У нас остается Три зрителя Никто Никто не смотрит Dark Souls Ну я делаю вывод Что я не умею стримить Dark Souls Из этого я делаю вывод Что Мне надо Тренироваться Стримить Dark Souls Но я чувствую Что если я сейчас Сделаю Все уведомления Одновременно Алена Спасибо тебе огромное За подписку Три месяца подряд Спасибо тебе Большущее За Поддержку Целых три месяца Подписки Благодарю Чат Хай Будьте добры Дэс Спасибо тебе За донат 20 сердечком Тысячу лет Не видел Спайр В записях Успеваю Только поезд Посмотреть Успел Соскучиться Вот Дэс Дэсу нравится Спайр А он донатит Значит Надо Спайр Стримить Ооо Спасибо Спасибо тебе За Поддержку И Ален Спасибо тебе За подписку Какой-то Hypermine Смайлик Я вижу Где ты такой Взял Айзек Савелайз Спайр И Ганжин Уже Поднадоели Ганжин Ганжин Поднадоел Ганжин На стриме Поднадоел Это та игра В которую я не играл Наверное Голда полтора Да Надоело Сколько можно играть В Ганжин Целых полтора Годов Прошло С того момента Как я играл В него Последний раз Ооо Поддержку И защиту Спайра Дэс Спасибо тебе За донат Стой с сердечком Спасибо тебе большое За Спасибо тебе большое За Донат За поддержку И защиту Спайра Вот чат Вот как надо Голосовать За игры На Стриме Вот так вот Голос Вот это Голоса Вот такие голоса Учитываются Намного лучше И намного Эффективней Чем Эй Игра надоела Вот так Защита Спайра Намного лучше Работает Прямо Плюс Тысячу Процентов К весу Голоса Тут же Я могу Взять еще одно Проклятие За релик Я его Не смогу Удалить Ну какая Разница На Проклятие Стыд Когда У нас Физическая Защита Раз Два Три Три Карты Ну хотя Ледник Тоже Дает Физическую Защиту Скорее Всего Оно Того Не Стоит Кто У нас Босс Чародей Босс Спайр Ты В него Играешь Побольше Чем В Ганжен Если Не Играешь В Ганжен Можно Донат Изменить На Гиф Из Монстр Трейн Так То Можно Но Гифками На Донаты Надо Заниматься И Менять Их Это Даст ХП Но Ам Я не думаю Что нам Нужна Это ХП И нам Нужна Это Проклятие Честно Колода Работает Колода Очень Хорошо Работает Я Не Хочу Ее Испортить Ох Конденсатор Вот То Чего Нам Не Хватало Это Конденсатор И Мы Вообще Будем Просто Шиковать Улучшенный Конденсатор Три Слота Для Сфер Это Чуть Чуть Замедлит Скорость Колода Мы Дольше Времени Будет Проходить До До Того Как мы Начнем Разряжать Сферы Тьмы Но Все Равно Она Того Сто Сто Процентов Того Стоит О Господи В защиту Спайера Алена Алена Спасибо тебе Огромное За Донат 300 Спасибо тебе Огромное За Поддержку Громадное Спасибо Дес Спасибо тебе Громаднейше За подписку Второго Уровня Подписка Второго Уровня Это Как Две Подписки Первого Уровня То есть Дес Подписалась Только что За двоих Подписка Второго Уровня Она По-моему Буквально На Твиче Идет За две Подписки Первого Уровня То есть Дабл подписка двойной двойной дэс с двойной подпиской спам двойной в чат спасибо спасибо огромное за поддержку дэс и алена я прекращаю байк на донаты и мне теперь неловко не надо спайрвай держать если если что я шутил если что я я шутил на счет этого дела спасибо вам огромное за поддержку это очень очень сильно помогает и посмотрите на этот забег просто посмотрите на этот забег это жесть по моему мы должны выиграть если я сейчас не натуплю и не начну набирать лишние карты типа стужи реально стужи здесь не нужна ледник лучше стужи будет в любой ситуации стужа физический урон от стужи не имеет никакого смысла оптимизация слишком медленная у нас урон есть весь у нас тьма и мрак и погибель с циклом столько урона неограниченный урон рекурсия неплохо смотрится но у меня одна есть нужна ли мне еще одна я думаю нет я думаю это та самая маленькая колода дефекта ну относительно небольшая колода дефекта скажем так она она вот вот такая где-то не вот такая но вот такая да спасибо тебе огромное за донат двадцать сердечком спасибо тебе большое за поддержку не слушайте его продолжаем голосование спасибо слушай я превращаю две обороны о господи о господи но ее мое да ну что вы творите шикели в казну щиты за спайер пепелок спасибо тебе за донат целых 300 спасибо тебе грамм огромная за большущую поддержку спасибо тебе грамм 1 ну че искажешь спайер щиты за спайер вот и говорите что спайер спайер не то не то о спасибо огромное спасибо огромное тебе за большущий донат чат будь и добрый хайп и электродинамика конденсатор да что здесь надо убить всех очень быстро хотя нужно ли мне конденсатор здесь не думал публика эхо сыграл отлично голосую за шпиль с модами джедай спасибо тебе огромное спасибо тебе огромное задано 32 спасибо тебе большое все за поддержку шпиль с модами слушай я знаю джедай ты сам моды делаешь я знаю знаю моды это классно но эти честно скажу вот те моды что я играл ну там чего то такого прямо вот супер не было не знаю надо мы можем смотреть пару модов еще аниме моды я не хочу играть и не надо шарить в аниме там там нет модов на тригана там нет модов на хелсинга там нет модов на зумангу или на великого учителя низуку когда вы напишите мне мод хелсинга я хотя бы смогу понять что там эти аниме карты делают там нет модов на кэхе на хелсинга и на зумангу даем тоже нету дать мне модный шпиль на зумангу там не будет код и будет о майка тогда я соглашусь хп нет дес дес спасибо тебе за донат 20 сердечком спасибо тебе большущие мы умрем кстати 8 хп по буквально один бой один змея цвет и все все шло так хорошо все шло просто прекрасно второй этаж спайра достаточно одного боя и тебя больше все классно прикольно дефект имба на хардкоре но нужен звонок другу чёрт побери что же происходит сегодня Мы ни разу до третьего этажа не дошли, как так? Алло, Витюк, Витюк, Вить, да, ключик выслал, да, спасибо. Витя, слушай, еще одна просьба, мне нужна срочно часть твоей силы, да, родился братвы, можешь мне прислать чуть удачи, прямо сейчас, кастуй удачи, я тебе на следующей неделе отдам, да, на следующей неделе верну, все, Витя, спасибо, я сейчас в спайр проигрываю, сейчас я залатника зайду, окей, пришлешь, да, все, я сейчас залатника Я, короче, захожу, через две минуты присылаю, чтобы сразу этот топовый релик пришел, окей, все, Витя, давай, давай, да, лысая братва, погнали, Витя будет Витя пришлет Витя высылает всю мощь Спасибо, Дес, спасибо, Дес, донат 20 сердечков Время созерцающий, время лакника Нужен лакник Созерцающая сегодня уже была, она сражалась Погнали Я чувствую мощь, я чувствую силу Лотоносец, 16-е возвышение, вот он забег Вот он Сразу преобразовать две карты Да, 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 и еще раз да Вот это будет весело Бум-бум, yes Ооо, слабое место и эволюция Слабое место, убираем бета-картинку, она мне не нравится, эволюция Еще меньше, нравится Слабое место, эволюция, поехали У нас есть сила У нас есть рецепт полной победы Ииии, здесь босс Босс слизень Эволюция не зря пришла, вот она удача Она сразу Пришла Даже ждать не пришлось Мы просто затащили Какая красота По большому счету мы уже и так выиграли Победа уже только что была сделана Босс слизень прямо под слабое место Идеально, да Согласен Так, это будет 8 плюс 9 Полное хп Так Эволюция Красная пелена, удар эфесом Одна копия красной пелены Никогда не помешает в колоде Одна, не больше Больше не требуется Гоу смотреть аниме на стриме? Зачем? Зачем смотреть на стриме аниме Если У тебя стримы так Как история из аниме Зачем нам смотреть аниме Если каждый забег Это как Величайшая история битвы Для чего? Близня Поехали Вперед Аниме После этой катастрофы Со дна он поднимается Наверх и побеждает Разве это не каждый Наш забег В слайзе спайр Чат Разве не каждый? В аниме В аниме Лысые Не начинают С середины Никогда не мисплейт Главные герои Извини Аниме Не знаю Чем вы говорите Наруто Никогда Не ошибался Сайтама Ну Сайтама Не мисплейт Ну Сайтаму И начали Снимать Не сразу Я имею Ввиду Его Повествование Ведется С того момента Практически Как он Стал Героем Кем он был До этого Хитмен Если бы Хитмен Не мисплеил Ему бы Не надо было Загружаться Постоянно Кто из вас Хитмена Без сохранений Проходил Я Я Я Сразу Начали Спамять Я Те же Три Человека Которые Весь Стрим Байтят На другие Игры И на Все Остальное Конечно Именно Они же Эти же Этми На Эти же Люди В чате Оказались Внезапно Спидранерами Хитмена Я Сразу Поверил Огненный Барьер Или Двойной Удар Наверное Двойной Для силы Для начала Потом Все Остальное Аватар Легенда Оба Анге Да Есть Такое Аниме Разве Аватар Это Не Не Американское Аниме Я его Не Смотрел Это Не Тали Ситуация Что Аватар Он Снят Не В Японии Да Аватар Наполовину Аниме Вот Мне Тоже Казалось Что 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 Это Не Аниме Да У Меня Тоже Такое Впечатление Было Не Аниме Он Он Просто Нарисован Как Аниме Но Он Им Не Является Верно Хитмин Тоже Не Аниме Не Знаю Поспорю Ты видел Как он Там Дерется Он Вырубает Всех Чудо Куча Вот так Вот Так На самом деле Здесь некуда Спешить С резней Лучше Поставить Блок Лишний Один Что Мы Все Рано Выигрываем Рано Или Поздно Из-за Слабого Места И Добора Почти Бесконечного Нет смысла Торопиться Надо максимум Блоков Выкидывать Вот 14 Урона 5 блок 5 урона Еще Нормально Все Я открыл Ящик Пандоры В чате Теперь Чат Чисто Сфокусирован На том Чтобы Спорить Что Есть Аниме Что Нет Аниме Я совершил Ошибку Чат Простите Меня Я уничтожил Их Вот этими Собственными Руками Уничтожил Свой Чат Нет Мое Сообщество Все Что я делал 5 лет Все Что собирал По крупинке Все Было Уничтожено За 20 Минут Все Развалилось На Они Так Мне что Нужно Проапгрейдить Какие у меня Самые Сильные Апгрейды Босс Слизень Самые Сильные Апгрейды Это мечи Бумеранги Они усиливают Силу Они Точнее Эффективнее Работают От силы Отлично Два Меча Бумеранга Проапгрейдены Идеально Следующий Эволюция Аниме Война Никогда Не меняется Аниме Аниме Никогда Не меняется Хаяо Миядзаки Мне нравится Недавно Мы говорили Хаяо Миядзаки Это Судья Гиблия Я смотрел У них Вообще Все 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 Кроме По-моему Одного Из Новых Есть теория Что Миядзаки Тоже Не считается Аниме Но Это Наверное Должно Быть Ложь Теория О том Что Он Не Считается Аниме Это Просто У него Аниме Сняты В своем Отдельном Стиле В Поджанре Наверное Миядзаки Но Это Сто Процентов Считается Аниме Да Просто Оно Специфическое Но Это Также Как Если Сказать Что Например Что Что Я Хотел Прям Грейдить Резню Наверное Да То же Самое Что Сказать Что Тарантино Это Не Кино Потому Что Оно Снято По-другому Кто-то Растет На Телевизионных Программах Кто-то На Аниме Да Слушай Ну я Прямо В самом Самом Детстве Я Смотрел Много Много Телевизионных Программ В том Плане Что Когда я Рос Когда я Был Маленький Маленький У меня Не было Доступа К Аниме Где бы Я его Взял Да Этот Доступ Где Где Взять На Видеокассетах Оно Как-то У нас Не особо Продавалось То есть И Че Ты Че Тут Сделаешь Как бы Мне здесь Сделать Я Я смотрел Много Именно Диснеевских Мультфильмах В самом Самом Детстве Уже Потом В школе Меня Научили Смотреть Всякие Всякие Другие Вещи Типа Аниме И мне Мне понравилось Но я скажу честно Я не смотрел Вот прям Сериалы Не залипал Сериалы Для меня Всегда были Слишком долгими В любом случае Такие вот Типа Наруто И покемонов Я не смотрел Я не знаю Почему Но покемоны Как-то мне Не Может быть Я же вырос В Украине Там может быть Другие были Чуть Каналы Но почему-то Мне покемоны Никогда не попадались В детстве Может быть Не знаю Другой круг общения В начальных классах Школы был Но там у нас Никто не смотрел Покемонов Ни покемонов Ни шаманки Ни сайлормун Про сайлормун Помню разговоры Но точно помню Что это считалось Сто процентов Девчачьи Девчоночной Мультяшной Вселенной И ты не мог Смотреть Это если был Пацаном Да Я не смотрел Это все В детстве Ничего Из этого Не смотрел Как Я не уверен Почему Моя литл пони Когда я был маленьким Таких страшных вещей Еще в мире не было Когда я был маленьким Мир был намного Более спокойным местом Я беру непробиваемость Мы выигрываем Кстати Спасибо Витьку Еще раз За удачу Мы выигрываем И я беру Корону Колода Почти готова Альтернативная Можно взять Астролябию Минус удар Удар Оборона Это наверное Лучшая идея Но в три энергии Играть Какая жесть Они были на платных канатах Каналах Типа Jetix А может быть Может быть Поэтому я их не видел Советские мультики Советские мультики я смотрел Конечно Разная Советские мультики ужас Ну В принципе да Они Они Нормальные Наверное Я плохо помню Я помню самые известные Там было много Странных мультиков Таких Для В современном мире Они были бы Подозрительными Пропаганда Алкоголизма Курения Разбоя Все другого Да нет Там же Там Курили Плохие герои Слушай Я все равно Беру корону По-моему Потому что Как мы будем играть В две энергии В три энергии Как-нибудь Типа Типа Гулять так гулять Пострелябия Удар 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 И Может Проломить И не оборону Не Оборону Рывок в пекло Разрыв И второе дыхание Ну Разрыв Неплох Для того Чтобы его Сразу удалить В магазине Других задач У него нету И Непробиваемость Играть не надо И В колодах Которые Опять Нету Защиты Да Разрыв Одна из лучших Кард Для того Чтобы ее Удалять Прямо Очень хорошо Для этого Подходит Обожаю Зайти с утра И удалить Разрыв С колода Знаешь Что Лизня Второе дыхание Мультик Где морковки С неба Падали Я такого Не помню Напомните Мне Где там Эти морковки С неба Падают Из советских Мне понравилась Алиса В стране чудес Нашей интерпретации Она очень интересно Нарисована была Чертовски Интересно В отличие от Зарубежных версий Я То что я про нее Помню Я знаю Сюжет Алисы Я читал Алису В стране чудес Я примерно Представляю Как Алиса Работает Но я не помню Точно подробности Советского Мультика Я помню Что она Вроде как Необычная Идет Так Устрашение Пойдет Как защита Советский Винни-Пух Ну он Он прикольный Но Не значит Хороший Не знаю Он интересный Стихи В Алисе Я говорю Что я подробностей Про нее Не помню Блин Черт Посмотри На этот трэш Опять же Три энергии Какая катастрофа Вот о чем Я и говорил Играем резню Не играем Непробиваемость Никогда Нельзя Три энергии Играть Чего я согласился Не знаю Правда Надо было сыграть Здесь нужно было драться Во многом Из-за того что О господи Нужно драться Во многом Из-за Того что Здесь релик Очень хороший Дают Ну и вообще То у нас Были неплохие шансы Как так получилось Что у нас Все так плохо Это уже другой вопрос О, мой бог Все хп потеряли В этом бою Практика показывает Что не надо было драться Явно Не нужно было Этого делать Серьезно? Ну, мечи бумеранги Спасибо Спасибо вам большое Мечи бумеранги Я очень Очень благодарен Ох Кот Леопольд Печалька Было жалко Кота Да, он все время У него все время Все плохо было У этого кота Почему никто не вспомнил Простоквашино Йоу Простоквашино Там классическая штука Которая до сих пор Популярна Один из первых Мемов В истории Советского пространства Фиг вам Фиг вам Это был один из Самых первых Мемасов Причем какой Классный И оригинальный Не знаю Каналу не нормальный Он не советский Он точно не советский Сто процентов Не советский Так Убирать разрыв нужно Потом здесь магазин Здесь магазин Жесть Ладно Минус разрыв Хилку будьте добры Нет Минус разрыв Минус Урон мы будем наносить Чисто двумя мечами Бумерангами То есть Ну Рывок Я думаю Не нужен Следующее Удаление Карты Что еще не нужно Мне нужна Фулл защита И два меча Бумеранга Для урона И набирать силу Слабым местом Либо двойной удар Не нужен Либо резня Три энергии Резню играть Будет сложнее Чем двойной удар Минус резня Да Минус резня Даже несмотря на то Что я ее улучшал Апгрейд на ерунду Растоквашина до сих пор идет Племянники его смотрят Постоянно В смысле Новые серии Или чего Восемь урона Вся защита Пришла бы вся защита Или там ремейк Просто квашен Двойной удар Лучше бы удалил Рывок дады Голокружение Добор с эволюцией Но рывок Наносит мало урона Ну Воспламенение Мы не доживем Явно Ох Вот такие товарищи Типа змеи цвета Это катастрофа Каждый раз Тот бой Тот бой С красной маской Бой с красной маской Явно Не пошел на пользу Не нужно было с ними драться Хотя там крупно Не повезло Там мечи бумеранги Настолько мимо летели Это энергия Энергия Я уверен в этом Это случается Эти были Очень интересные Забеги Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова